Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! В прошлом нашей передаче мы говорили о работах, которые необходимо сделать в сентябре на своих дачных участках. Сегодня поговорим о тех работах, которые проводим мы в саду. И в саду работ у настоящих дачников достаточно, потому что сентябрь не только нас угостит плодами, но и заставит хорошенько потрудиться. Ведь нужно собрать урожай, его сохранить, переработать, подумать о растениях, потому что идет закладка будущего урожая. Подготовить растения к хорошей зимовке, чтобы они не вымерзли и на следующий год тоже давали нам урожай. В общем, в сентябре у нас яблочно-грушевая пора в самом разгаре. Но самые ранние сорта мы уже свои плоды съели, самые ранние плоды. Пришло время сбора среднеосенних и ранне-зимних яблок и груш. И собирать, конечно, нужно вовремя, нужно правильно, не устаю об этом повторять. Собирать в сухую погоду. Не просто, когда вы приехали на дачу, у вас есть там час. Пять минут. Пять минут, это, конечно, мало. И вы в дождливую погоду, какая бы ни была погода, вы потрясли дерево, собрали, не сортируя, не перебирая. И надеетесь, что ваши яблоки будут лежать долго-долго. Этого не будет. Нужно выбрать время для сбора урожая. Понимаете, когда вы стараетесь подольше подержать плоды на дереве, понятно, что они и улучшаются и вкус, они набирают аромат. Но есть риск, что попадут под заморозки или в дождливую погоду попадут. И тогда будете собирать уже в дождевике и влажные, мокрые плоды. Поэтому все нужно делать вовремя. Сами плоды подадут вам сигнал. Когда уже очень легко яблоко срывается или груша с дерева, когда семена начинают приобретать такой коричневый оттенок, это уже признак созревания. Вкус нужный сорту получается, аромат, запах, размер. То есть пора собирать, как говорится. И собираем обязательно с нижних ярусов, потом идем наверх. Ни в коем случае не трясем. Не крутим, если плохо обрывается, ставьте, пусть повисит плод на дереве. Не старайтесь его тянуть, оборвать. Ничего этого не нужно. Срывайте, укладывайте, сортируйте обязательно мелкие в сторону. Они пойдут на сушку, на переработку, на компоты. Выбирайте только плоды, не поврежденные. Смотрите, чтобы не было никаких червоточин, повреждений яблочной плодожоркой или пилищиком. Все это яблоко у вас загниет и рядом лежащие хранящиеся яблоки тоже сам погибнут. Вы их просто потеряете. Поэтому только ровные, чистые, без никаких трещин, язвочек, умятин. Чистые, ровные. Перекладывать хорошенько можно бумагой или каждый заворачиваем. Для чего мы это делаем? Потому что яблоки осенние, они хранятся от 60 до 80 дней. А поздние сорта, они хранятся от 120 до 200 дней. Практически полгода. Если оно чистое, не больное, да еще завернуто бумагой или переложено бумагой. В хорошем помещении, или в подвале, или в вашем сарае, где достаточная температура нужная. То они хранятся очень долго. Поэтому, а мы для чего их выращивали сорта поздние и осенние-поздние? Для того, чтобы лакомиться этими плодами зимой. Поэтому собираем правильно, укладываем, сортируем. И только уложили ящики, не заносите сразу в подвал. Пусть плоды остынут. То есть охладятся, как говорится. И только через день-два можно ящики с собранными яблоками, грушами заносить в подвал. Наталья Викторовна, пришла ли пора подкормить наши деревья и кустарники? Конечно. Конечно, это нужно делать. И делать обязательно. И не откладывать. Потому что растения и кусты, и деревья, они многолетники. Это вам не овощи, которые выросли в этом году и закончили свое плодоношение. Это многолетники, у которых мощная корневая система. И в сентябре они начинают очень сильно давать рост корням и деревья, и кусты. Потому что им нужно в зиму идти, чтобы не замерзли деревья. Поэтому в сентябре месяце идет активный рост корневой системы. А за счет чего он может расти? За счет того, что будет влага в земле и питание. То есть без питания наши растения не уйдут в зиму с сильными морозостойкими. И на следующий год ожидать хорошего урожая не приходится. А наши дачники некоторые поступают как? Собрали урожай и благополучно забыли о деревьях, о кустарниках. Пусть сами беспокоятся о себе, достают. Они же многолетники. Пусть своими корнями достают питание с почвы. Они уже все отдали. Они отдали вам вот эти питательные вещества через урожай. Поэтому кормим. Кормим яблони, кормим груши, кормим кусты. И вот как кормим деревья? Вносим удобрения не только возле ствола, а вносим по периметру вот этого круга нашей кроны. Вот спроецировали крону. У маленьких деревьев, небольших крона будет где-то около метра в диаметре. У больших может быть и 2 метра, и 3 метра. И вот на каждый метр квадратный мы уносим где-то по 5 килограмм органики. Это может быть и компост, и перегной. Вносим фосфор на калийное удобрение. Это по 20-30 грамм фосфора и калия. Фосфор отвечает за урожай, а калий отвечает за морозостойкость. Обязательно рассыпали по приствольному кругу. Не кучкой положили, а рассыпали, потому что у деревьев, всасывающие волоски, они находятся далеко от ствола. И поэтому, если вы насыпали возле ствола, то это питание, ему трудно будет попасть растению. Растение не возьмет его. А если вы рассыпаете все по приствольному кругу, ровным слоем, да еще перекопаете, но перекапывать нужно не глубоко. Если молоденькое дерево, у него еще корни на поверхности. У больших деревьев корни более глубоко. Поэтому на 5-10 сантиметров все это зарыхлили. Обязательно кормим. Кормим и крыжовник, и смородину красную, белую, черную. Но если молоденькие кустики, которым 1-2 года, тут можно особенно не заморачиваться, как говорится. Потому что, когда вы их сажали, вы в яму посадочную все вносили. Полный набор, я надеюсь, питательных веществ. Поэтому 1-2-3 леткие кустики молоденькие, они не так нуждаются в питании. А вот более старые кусты, им обязательно нужна подкормка. И кормим мы по одному ведру перегноя под куст. И то же самое добавляем. Фосфорно-калейное удобрение. И тщательно перемешиваем. Также кормим и жимолость, подкормим малину. Кормим свою землянику. Обязательно кормим. Потому что сейчас время последней подкормки земляники. И кормим и настоями коровяка, настоем птичьего помета, настоем травы. Можно, ничего этого нет. Просто зола. Обычная зола. Пол-литровая банка золы на ведро. И проливайте свою землянику. Так что кормим все обязательно. Многолетникам нужно сейчас дать питание. Чтобы они ушли в зиму сильными, с одревесневшими ветками и морозостойкими. Наталья Викторовна, пришло ли время обрезать кустарники и деревья? И какие еще работы необходимо провести в саду, чтобы полностью подготовить наш сад к зимовке? Нужно готовить сад. И начинаем с того, что убрали урожай. Посмотрите на свое дерево. Убирайте вот эти подпорки, которые у вас стояли. Посмотрите на ствол. Нет ли там каких-нибудь трещин, сухой коры или трутовики могут появиться, мхи, лишайники. Обязательно все это счистите. Замажьте трехпроцентным раствором медного копороса или садовым варом. То есть ствол должен быть чистым. Дальше желательно, вот я всегда призываю наших дачников, сделать осеннюю побелку деревьев. Вы знаете, какая-то им будет помощь, и особенно сейчас не важно, а эта помощь будет очень ощутима весной. Даже не весной, а в конце зимы, в начале весны. Когда в феврале и марте очень ярко начинает светить солнце, кора деревьев черная, не побеленная. И ночью температура снижается, днем она повышается, и кора не выдерживает. Начинаются вот эти трещины на коре, так называемые морозобоины. А потом от морозобоины один шаг до усыхания, до различных болезней. Через эти ранки попадает инфекция, и дерево очень часто погибает от таких морозобоин. А если вы возьмете водоэмульсионную краску, не мел, не известь, а именно водоэмульсионную краску. Она безвредна для деревьев. Она не смывается с дитяжными осенними дождями. Побелите ствол дерева и скелетные ветви, и вы защитите свои деревья. Некоторые говорят, мы сделаем побелку весной. Но сделаете вы, когда вы приезжаете на дачу, ну в лучшем случае в марте, в апреле. А самое тяжелое время для деревьев это конец февраля, начало марта. Поэтому ваша осенняя побелка очень здорово поможет растениями выручивать. Еще осенью, конечно, нужно брать в руки секатор и смотреть на свое дерево. Самое оптимальное время сентябрь для обрезки деревьев. Обрезка дело сложное. И оно не имеет таких вот, знаете, обрезка, чтобы одни рекомендации дал для всех. Каждое дерево индивидуально. Каждый сорт индивидуален, скажем так. Вы не можете, не видя вот так голослона сказать, вот нужно вот так, вот так обрезать. Нужно смотреть на дерево. Ну, дам такие основные рекомендации. Обрезаем осенью ветки на дереве, которые растут внутрь кроны. Растут вниз к земле. Растут на ствол. Потому что они мешают, затеняют крону дерева. Хуже идет проветривание, хуже идет освещение. И таким образом мы формируем крону не вверх, мы ее формируем как шар. Шар обычный. Хорошо бы осенью сделать такую оздоровительную обрезку. Вот те ветки, которые больные, пораженные, там есть или вредители, или болезни, сухие. Которые, вы знаете, что они не плодоносили в этом году. Они просто мешают дереву, мешают новым побегам. Их тоже нужно обязательно обрезать. Также и кусты. Смотрите, особенно жимолость, она так осенью уже видно, где больные у нее ветки, побеги. Обязательно нужно вырезать. Малину нужно вырезать. От плодоносившие побеги все вырезаем до основания. Вырезаем поросль, вырезаем молоденькие побеги, которые не перезимуют. Все равно они погибнут, засохнут. И вот сейчас, самое время после обрезки малины, оставшиеся побеги связывают в пучки. Сейчас побеги гибкие, их можно немножечко пригнуть. Для того, чтобы вот этот снегопад не ломал нам побеги малины. Потому что она потом очень много весной мы вырезаем сухого, которая погибла от снега. Так что обрезку нужно делать, побелку нужно делать. И нужно свои растения подготовить к зиме. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче.